Сами по себе поединки скоротечные, поэтому кажутся динамичными. Ростер бойцов радует разнообразием форм и расцветок, а шкала сложности позволяет настроить игру под свой уровень. Но после пары-тройки спаррингов понимаешь, что выбор персонажа ни на что не влияет, приемом всего три штуки, а единственное добивание проигрывается с одной и той же анимацией. И вы спросите, а зачем я сейчас делаю такой подробный разбор новой части Mortal Cockbat, вшитой внутрь Far Cry 6? Во-первых, Ubisoft ее скорее всего потом в отдельную игру вынесет, а потом вообще забудет, как было со Skull and Bones. Ну и, наверное, потому что это важнее. Ну не про саму же Far Cry 6 рассказывать, а? Тут, как говорится, уже по трейлеру все было ясно всем. А особенно если помножить это на общественный негатив в сторону Ubisoft, то как бы и игру можно не включать, чтобы мнение составить. Но я таки включил, прошел, и хоть и с запозданием, вызванным организационными проблемами, а не потому что я тормоз, но готов рассказать вам о том, как же странно живут революционеры Яры. Честно, после пары первых часов Far Cry 6 я запереживал, что будет вообще не о чем рассказать. Ну потому что это же Far Cry, вот прям по тем же десятилетним лекалам сделанное. Карты традиционно стало больше, декорации новые нарисовали, аванпосты и базы расставили, автомат в руки дали и можешь идти служить так же, как во все прошлые разы. Нет, конечно, конечно, что-то да поменяли, чтобы не притянули за плагиат самих себя, но и далеко не пошли. И слава богу, кстати. А то рубец, вызванный Нью Дон, с эпическими противниками, коих даже целая обойма из дробовика вплотную не ранит, еще не зажил. Хотя вообще-то в шестерки ввели ранги у противников и вот эти вот многоговорящие полосочки над головами, из-за чего действительно можно поднапрячься. Но, слава богу, убираются они, как и в принципе любые куски интерфейса, в меню настроек. А что касается сложности боев, то я специально после пролога на третьем уровне слетал в локацию с максимальными на тот момент восьмиуровневыми врагами и сумел захватить там пару аванпостов без проблем. По стелсу так и вообще все отлично убиваются. В бою чуть потяжелее, но опять же ничего криминального нет. В некоторых противников по ощущениям, конечно, приходится стрелять дольше обычного, но они даже визуально в усиленной броне ходят, поэтому как бы никаких вопросов не возникает. Даже базовой винтовкой с глушителем можно легко зачистить без тревоги целую базу, разламывая сигналки и головы врагам. И тут можно разглядеть очевидную проблему. Ну то есть, если стандартная пушка убивает любых противников, то зачем тогда вообще искать новую? Логично, не так ли? Да, именно так. И еще и прокачивать их нельзя никак. Помимо пары-тройки обвесов в виде прицелов или компенсаторов и нескольких модификаций, есть условный показатель крутости в виде звездочек, но он не так и сильно влияет на эффективность, и во многом просто определяет количество слотов под топпинги. Поэтому не удивляйтесь, что на видео будут в основном одни и те же три ствола. Большего и не надо. Главное найти что-нибудь взрывное, ну потому что танки и вертолеты никто не отменял, и с этим арсеналом можно пробегать до самого конца, меняя что-то либо из-за желания новых ощущений, либо из-за того, что вместо обычного гранатомета нашли золотой инкрустированный брюликами. Отдельным пунктом идут ресольверские пушки. Плюс локализатором, в кавычках, конечно, за подобную адаптацию слово решать. Ну или испанского разбираться. Дело же типа на кубе происходит, значит может быть и испанский. Но если коротко, то это сделаны из говна и палок, всякие диайвайные пилометы, рельсотроны и гвоздострелы. Ну как бы пушки и пушки. А вот особняком стоят Супрема. Заряженные всякой, не пойми как работающей магией, рюкзаки. Весьма примечательная вещь, из-за которой даже один из генералов начинает пародировать даже путешественницу. Штуки, конечно, мощные. Но если идти в скрытую, как я почти всегда, то места для применения им особо и не будет. В открытом же бою они значительно полезнее. Но каким-то геймчейнджером их не назвать. Артобстрел, огонь по площади, эми удар, газ и несколько саппортов. В принципе, просто дополнительная обилка с кулдауном. И вот, ну чё ещё нового-то? Ну, убрали прокачку скиллов. Теперь есть только общий ранг, помогающий лучше справляться с высокоуровневыми врагами. Которые, по ходу сюжета, правда, тоже качаться будут. Одежда теперь даёт бонусы. Аптечка с собой всего одна. Ну, хоть по кулдауну восстанавливается. Вылазки, которые были в Нью-Дон, добавили необходимость охлаждать баллон в PG-240, пока бежишь до точки эвакуации. Иначе он, судя по названию, взорвётся возрастным рейтингом Дункана Маклауда. А, ещё всех людей-напарников вычерпнули. И вместо них дали нам зверей Амигос. Которые, скорее милые, чем полезные. Но покормить личного аллигатора или приласкать пёсика-инвалида очень успокаивает после адреналиновой перестрелки, это да. Вот, наверное, и все основные новшества. Да, по мелочи их ещё хватает, но они настолько незначительные, что их в окошке обучения за три пункта успевают рассказать. Кстати, пропускается обучалка зажиманием кнопки. И вот тут обычно настаёт момент, когда можно сказать фразу в духе «Получилась очередная Far Cry». Кому нравились прошлые, тем, скорее всего, зайдёт. С поправкой на сеттинг. Нововведений не так много, но схема рабочая, сильно ничего не попортили и так далее, тому подобное. Ну а знаете, всё не так просто. Разработчики в этот раз постарались потрудиться над подачей и историей. Прислушаться к критике. Мол, главный герой в последних итерациях был молчаливым бревном. А у антагониста экранного времени столько же, сколько в трейлерах было. Короче, тут надо было что-то менять. И они поменяли. И это даже сработало. У героя слэш героини действительно теперь есть характер. Наш аватар принимает полноценное участие в диалогах. Никакого прорыва в этом, конечно, нету, но всё-таки приятно, что мы теперь не просто пассивно сидим на стуле, пока перед нами с монологом выплясывает очередной фрик. Тем более, что камеру теперь оторвали от глаз персонажа и позволили ей летать куда угодно, хоть в личную резиденцию Антона Кастилья. Он же Густао Фринг, он же местный эль президента, которого надо односветнуть. Благодаря тому, что теперь его могут показывать не только во время личных встреч тет-а-тет, но и просто в любой момент, то и раскрыть персонажа и его взаимоотношения с сыном получается более подробно. Приятно. Правда, приятно. Но ведь помимо этого есть ещё и повстанцы-саппартийцы. И вот тут, знаете ли, вся эта сюжетная машина даёт нехеровый такой сбой. Видите ли, по сложившейся у Юбисофт традиции, разработчики стараются из всех героев сделать эдаких децек образца Watch Dogs 2. И там это было к месту, потому что вся игра была пропитана иронией и сатирой на Кремниевую долину из-за знавшихся айтишников. А тут-то у нас тирания, революция, народное угнетение и рабство. Но это не мешает повстанцам заниматься какой-то гормональной протестной хернёй. Группировки делятся на два типа. Либо это очередной ТикТок Хаус, либо филиал Сабеса с боевыми стариками. И вторые на фоне первых выглядят даже лучше. Ветка с парочкой певцов-музыкантов, которые хотят дать концерт на Вилли Министра, это просто такой подростковый бунтаризм, что ему место в Булли, но не в Фар Край. Хотя можно же сказать, что серия всегда славилась своим сумасшествием. И миссии поэтому должны быть безбашенными. Ну помнишь, как вот мы сжигали коноплю на полях под регги? Или как в наркоманском трипе путешествовали? Да, помню, помню. Тем более, что тут эти же хрестоматийные задания есть, только реализованы хуже. Но видите ли, вот что объединяет Вааса, Пейганамина и Иосифа Сида? Все они были харизматичными, безумными и в какой-то степени карикатурными. И соответственно, когда и на нашей стороне были карикатурные и безумные помощники, золотой путь не в счёт, то всё это складывалось идеально, как пазл. А вот Антон Кастилия, он как бы нифига не такой. Он суровый, сдержанный, рассудительный. Не без любви, конечно, эффектно повыпендриваться, но ни разу не карикатурный. Стереотипный? Да. Но это другое. Я не понимаю, как местные повстанцы до моего прихода вообще умудрились дожить, когда против них настолько могучий и властный враг. Так. Показательно, эти делбики, после того, как только что вздёрнули одного из важных генералов, знаете, что делают? Устраивают вечеринку на острове. Конечно же, ведь никто после такого не объявит план перехвата или спецоперацию какую-нибудь. Да они просто каждый раз что-то празднуют после очередной успешной битвы с музыкой, фейерверками и барбекю. И глядя на это безобразие, мне, если честно, хочется встать на сторону армии даже. Альтернативная концовка, в которой ты вначале просто едешь из страны куда подальше, а потом лёжа на песчаном берегу по радио слышишь, как Антон покончил со всеми повстанцами и продолжил править, кажется более уместной, чем настоящая. Можно, конечно, возразить, что да, Эль Президенте не карикатурный, но его подручные как раз такие. Вот только сливают их, почти не давая раскрыться. В первой заставке нас знакомят, а в следующей мы уже стоим над их хладным телом. Так что, ну, такое себе. И с нашими компаньонами ситуация идентичная. Их, конечно, тоже убивают, и даже внезапно, но вот ни к кому почти ты не можешь проникнуться настолько, чтобы его было хоть немножко жалко. В одном только случае это сработало, но спойлер, сами понимаете. И вот я даже не буду говорить про неаккуратности, непонятности и баги. Почему герой вот тут запрыгнуть может на стену, а буквально на соседнюю пониже, никак. Почему после смерти во время штурма блокпоста я арестнулся рядом, а враги куда-то пропали? Зачем сделали вид от третьего лица на базах и в одном сюжетном квесте? Что это дало в итоге? Видимо, очень многое, раз даже липсин к ним досужились прикрутить. Ну и весело было, когда у меня звонок по телефону так заглючил, что теперь повторяется каждый раз, когда я возвращаюсь на базу. При учете, что один из людей, которого мы там обсуждаем, уже давно умер. Да и тот, кто звонит, вообще-то, тоже. И как все прошло? Ну, Карлосу на меня плевать. 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 Знаете, есть такой тезис, мол. Опять повторили все, что было, рискин, конвейер и так далее. И есть ему противоположный, типа «Ты хочешь Far Cry и получаешь Far Cry, чё ещё надо-то? Игра работает, не сломана и красиво». И оба они имеют право на существование, при том, что являются высказываниями ситхов, которые всё возвели в абсолют, просто с разным знаком. Могу понять и тот, и другой лагерь, но всего хорошо в меру, и вот честно, с меня уже хватит. Я в последнее время обозреваю у нас все юбисофтовские опенворлды, люблю их зачищать и не испытываю к ним такой ненависти, как общественность. Я защищал Одиссею и Вальгаллу, потому что видел в них желание развивать новый взятый курс для серии ассасинов. Я готов был простить многое Легиону за то, что опять-таки в ней было видно желание реализовать какую-то уникальную и новую технологию, которая пускай и оказалась наполовину мыльным пузырём, но за смелость хотелось хвалить. А вот Far Cry никуда не идёт и не особо-то меняется. Спасибо, конечно, что не сломали всё, как в Нью-Дон, и что сделали нормальный сюжет, как у всех остальных игр. Но в очередной раз получилась очередная Far Cry. Кому нравились прошлые части, тем скорее всего зайдёт и это с поправкой на сеттинг. Я как раз из таких, кстати, но даже у меня глаза не загорелись от игры ни разу. Продолжать зачищать карту, конечно, буду, и даже не без удовольствия, я вообще отбитый в этом плане человек. Но знаете, вот если бы Far Cry 6 прошла мимо меня, то мне бы не было бы обидно или же печально. Прошла, ну и прошла. Точно так же, как прошёл я её, ну и прошёл. А это что-то не звучит как рекомендация, не правда ли? Потому что так и есть. Играть в это можно без боли, любителям жанра должно зайти. Но честно, серия эта как большая кастрюля с супом. Когда его только приготовили, он был лакомым и питательным. Но на следующий день, разогретый после холодильника, он уже не играет всеми теми нотками вкуса. А к концу недели ты им, скорее всего, уже перенасытишься и захочется чего-то нового. И вот честно, уже хочется. Хочется покушать, знаете, чё-то я проголодался. Короче, всем приятного аппетита и до скорых встреч на Stop Game True. Субтитры сделал DimaTorzok